МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возвращение руководства аэропорта, сломавшийся, работал без нареканий 20 лет. И его осмотр в прошлом году не выявил проблем. Между тем, 7 лет назад, во время капитального ремонта в Белгороде, подрядчик мог использовать некачественные детали, высказали мнение в барнаульском аэропорту. Экспертиза, в результате которой будут установлены истинные причины поломки, продолжается. Напомним, 12 февраля при посадке пассажиров рейса Барнаул-Москва произошло обрушение верхней площадки трапа. Трое пассажиров с переломами госпитализированы в больницу. Авиапредприятие «Алтай» планирует самостоятельно возместить ущерб. Больше 25 миллионов рублей в месяц такой доход был у группировки, занимавшейся сбытом синтетических наркотиков, в том числе на «Алтай». Федеральное управление МВД сообщило о поимке преступников в Новосибирской области. Группировка из 18 человек поставляла наркотики в соседние регионы – Томской, Кемеровской области и Алтайский край. Кроме того, известно о попытках продавать товар через интернет. Всего изъято свыше 15 килограммов. Ежедневно преступники сбывали больше тысячи доз синтетики. При задержании преступников было обнаружено оборудование для производства наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Сразу три чрезвычайных происшествия на льду в Алтайском крае. Правда, учебных. В райцентре Шилоболиха сотрудники МЧС отрабатывали сценарий. В первом автомобиль с водителем условно провалился под лед. Два пассажира успели выбраться, но не зная местности, ушли в неизвестном направлении и заблудились, при этом успев вызвать спасателей. Искали их в том числе с воздуха с помощью беспилотника, а вызволяли из ледяного плена с помощью снегоходов. На следующем этапе спасателям пришлось вести поиски уже под водой. Еще один условный пострадавший, на этот раз погибший, оказался на глубине 6 метров под речным льдом. Его удалось обнаружить с помощью специальной подводной камеры. Спасатели напоминают, выходить и выезжать на лед, даже в морозы, за пределами официальных ледовых переправ. Не только опасны для жизни, но и запрещено особой статьей административного кодекса. Датчик голоса и машинное зрение. Эти и другие необычные компьютерные системы могут защитить нас от киберпреступников. Сегодня, в день сотрудника ИТ-сферы, мы решили выяснить, как можно обезопасить свои персональные данные и какие способы предлагают алтайские специалисты.